здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я готовлю по многочисленным просьбам торт птичье молоко готовить его буду на желатине потому что очень многие просят именно желатине рецепт так как агар-агар не так быстро можно купить как желатин конечно же в будущих видео уже в скором будущем буду показывать и на агаре классический рецепт и обязательно покажу веганский как я готовлю этот торт тоже очень люблю его делать для этого торта нам понадобятся самые простые ингредиенты которые сегодня найдутся наверное у каждой хозяйки на кухне сейчас во первых я приготовлю бисквит для бисквита я застелила сразу форму приготовьте любую форму 20 сантиметров в диаметре у меня здесь потому что мы взбивать будем сегодня ручным миксером и для этого мне понадобится конечно же время и духовка у меня разогревается уже до 175 градусов цельсия для этого для бисквита мне понадобится одно яйцо 50 грамм весом 45 грамм пшеничной муки 5 грамм кукурузного крахмала также мне понадобится 35 грамм сахара обычного кристаллического и 20 миллилитров молока можно грамм молока тут разницы нет ложечка обычного ванильного сахара вы можете также взять ванильный экстракт что вам понравится больше и четверть чайной ложки без горки разрыхлителя больше здесь нам не нужно потому что коржик у нас будет маленький яйцо и отправляю в емкость для взбивания яйцо 50 грамм без скорлупы вес яйца также туда добавляю чайную ложку ванильного сахара и взбиваю все на полных оборотах миксера чтобы все эти массы соединились также сейчас я туда отправляю 5 грамм кукурузного крахмала и также взбиваю до пышности буквально полминуты чтобы просто разошелся весь крахмал также все это я взбиваю на больших оборотах ввожу туда уже весь сахар сразу и взбиваю таким образом минут 6 может быть даже 8 у кого какой миксер мне миксер очень слабенький я взбивала почти 8 минут у вас может быть 6 минут это займет потому что мой миксер всего лишь 240 ватт масса должна очень сильно увеличится в объеме побелеть стать пышный и когда мы вынимаем оттуда венчики слегка след от венчика должен быть виден и через сито просеиваю в три приема я это буду делать и слегка вот так складывающими движением перемешиваю лопаткой и я постоянно чередую сначала молоко потом часть муки опять молоко часть муки за и заканчиваю введение сухих ингредиентов именно мукой и просто перемешиваю лопаткой тесто достаточно такой жидковатое получится это нормально оно таким и должно быть духовка моя разогрета уже до 175 градусов выпекаться будет 12 минут в моей духовке этот корж 20 сантиметров в диаметре прошло у меня 12 минут вот так вот выпекся корж то есть он пропекается превосходно и он будет у нас без шапочки без горочки что нам и нужно такой бисквит я уже выпекала на моем канале проходите по ссылке в описании 26 сантиметров бисквит получается большой хороший на молоке все очень удачно этот рецепт всегда получается ровно и без шапочки бисквиты и сейчас я обязательно в пищевой пленке убираю либо в холодильник либо можете оставить при комнатной температуре если сразу же будете делать суфле вот это все продукты которые нам сейчас понадобятся для приготовления суфле посуда для белков обезжирена здесь у меня 120 грамм сливочного масла также 60 грамм молока сгущенного с сахаром 150 грамм белков куриных яиц это примерно 5 белков от яиц по 50 грамм весом пакетик ванильного сахара 270 грамм кристаллического сахара 75 грамм воды для сахарного сиропа также нам понадобится половина чайной ложки лимонной кислоты 20 грамм желатина и 8-10 столовых ложек что у вас написано на упаковке к желатину воды нам понадобится я взбиваю масло до пышности 120 грамм масла у меня здесь и ввожу туда все сгущенное молоко с сахаром 60 грамм также все это взбиваю у нас получается своего рода такой масляный крем отставляя пока его в сторону вот такая пышная масса должна получиться отставляю в сторону здесь все нужно делать в определенной последовательности теперь я буду нагревать сироп 75 грамм миллилитров воды как хотите это назовите вливаю в 270 грамм сахара лимонную кислоту пока я не трогаю я буду ждать пока у меня сироп достигнет 115 градусов цельсия пока нагревается сироп я распущу желатин я заливаю 20 грамм желатина у меня желатин обычный не скоро действующий самый обычный желатин я заливаю 10 ложками холодной кипяченой воды вы же смотрите по инструкции на упаковке от вашего производителя оставляя его в сторонке набухать как только он набухнет я его разогрею импульсами в течение полуминуты в микроволновке теперь я жду когда у меня сироп достигнет 105 градусов цельсия и так как у меня здесь масса такая большая мне 150 грамм белка я до 105 градусов достиг сироп у меня дошел сироп и я начинаю взбивать белки белки у меня уже с ванильным сахаром теперь я жду 115 градусов цельсия у сиропа и я буду при этой температуре вводить туда половину чайной ложки лимонной кислоты и это мы делаем непосредственно уже перед тем как сироп у нас будет готов мы доводим здесь сироп по правилам итальянской меренги до 118 градусов цельсия так как нам не нужна здесь очень плотная меренга и тонкой стройкой я вливаю уже в белки 118 градусов у меня показал сироп ни в коем случае я здесь потом когда я волью сейчас сироп не собираю ничего со стенок ковшика потому что все эти остатки сиропа они потом могут такими комочками быть у меня уже я ввела уже весь сироп и теперь моя меренга будет взбиваться минут пять точно я вам покажу до какого состояния она должна быть взбита взбить ее нужно очень хорошо не нужно этого бояться здесь успех этого торта зависит от взбитой меренги желатин у меня набух и я его распустила в микроволновке импульсами в течение полуминуты нагрела его прогрела и теперь мы ждем когда у нас взобьется меренга теперь очень важный момент нужно сразу подготовить корж я достала из пищевой пленки мой корж я также уже поставила кондитерское кольцо вы же можете в разъемной форме в обычной собирать и я затягиваю по коржу уже мою форму когда мы будем на агаре делать уже птичье молоко немножко по-другому я буду уже собирать но сегодня я делаю такой быстрый очень способ корж у меня непосредственно соприкасается с кольцом я забыла показать что его пропитала этот корж требует пропитки пропитывая в обычной кипяченой водой потому что торт и так сладкий и вот смотрите меренга взбилась вот до таких устойчивых пиков уже видите вот так вот мы должны чтобы в принципе из нее уже получится сейчас цветочки такие ну не очень плотный потому что у нас здесь всего лишь на 100 грамм белка 180 грамм сахара и вот на этом этапе я уже начинаю на малых оборотах миксера вводить масляный крем вы же если вы не уверены что вы хорошо взбили белковый крем здесь меренгу вы вводите уже после того как мы введем желатин масляный крем я имею ввиду вводите не сразу я же ввожу сразу потому что у меня огромный опыт взбивание именно белкового крема итальянской меренги я чувствую я ее знаю и поэтому я смело ввожу на данном этапе потому что если потом вводить масляный крем могут образоваться комочки масла которые мы просто не промешаем и на полном ходу миксера теперь я уже ввожу всю желатиновую массу бояться этого не нужно ничего здесь не осядет потому что у нас итальянская меренга наш белковый крем по сути наша меренга как мы взбивали ее она взбита очень хорошо еще раз повторяю если вы не уверены в том что она у вас хорошо взбита введите масло после желатина это просто мой вам совет смесь моя уже готова как я и сказала что торт этот очень быстро его не нужно бояться многие его боятся здесь боятся ничего такая жидкая масса получилась она у меня ни в коем случае не осела она также пышная очень воздушная потому что я очень хорошо взбила белки и белки были доведены не до 110 градусов бытует такое мнение почему то что нужно до 110 градусов обвела я именно до 118 градусов как это и нужно было в итальянской меренги вливаю все форму и убрала я это в холодильник на это хотя бы часа два теперь нужно было форму конечно же застелить нужно было либо ацетатной пленкой либо хотя бы для запекания бумага и выстелить аккуратно я этого не сделала поэтому я вырезаю ножом теперь у меня глазурь и вот смотрите чтобы сэкономить глазурь я вот таким образом ее наношу из мешка глазурь моя я дам вам полное описание это на молоке она не крошится при нарезании полное описание к данному видео рецепт я дам как я ее готовлю есть отдельные видео на моем канале и видите когда наносим вот такими вот полосочками по бокам из мешка очень экономно получается нам наносить глазурь таким образом и я просто разравниваю все это шпателем здесь я делаю какое-то подобие такой спирали чтобы это немножко напоминал пенек сверху и потом расположу моя птичку сейчас в таком виде я убираю торт ну хотя бы на полчаса в холодильник чтобы схватилась моя глазурь и теперь я сделаю из изомальта основу для моей сахарной птички у меня сахарная картинка на ней распечатана птичка снегирь зимние так как сейчас зима и очень она хорошо подходит к данному времени года изомальтовый топпер мой застыл я его вставляю в торт он очень хорошо там держится вообще в суфлейные торты конечно надо поменьше вставлять топперов и просто посыпая не тающей пудрой все это это просто такой вариант зимнего украшения торта птичье молоко также украшаю арахисом вот такой торт у меня получился чтобы вы видели такое зимнее настроение ничего сложного в нем нет в этом торте попробуйте приготовить рецепт очень хороший очень удачный нарезаю по традиции чтобы показать вам как он смотрится внутри в разрезе этот торт великолепно держит форму суфле очень воздушная очень нежная она не приторная потому что мы туда добавили адекватное количество сахара то есть она у нас не забита сахаром это суфле она очень хорошо нарезается вы можете взять здесь больше шоколадной глазури я же взяла здесь всего на 100 грамм шоколада этой глазури и поэтому я считаю что это нормально бисквит обязательно пропитываем я просто пропитала его кипяченой водой я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео